Годные реплеи Годные реплеи Годные реплеи Годные реплеи Он выбирает себе позицию довольно-таки странную. Я поначалу очень сильно удивился. Вроде бы парень знающий, и в то же время он подъезжает туда, где ему абсолютно спокойно могут закинуть либо в правый борт, и сделать это мог АМХ 1375, который сейчас от него прячется, ну, либо отхватить с левой стороны. Короче говоря, парень выбрал такую позицию довольно, ну, я бы сказал, крайне-крайне странную. Дальше он перемещается к своим союзникам, там выехал, дал плюху АМХу и дальше поехал. Пока ничего такого, то есть вроде бы обычный бой. Умудряется проскочить, хотя с его подвижностью я бы, допустим, ну, не рискнул. Я бы, наверное, остался со своими ребятами и пытался бы как-то держать и выманывать врага на себя. Следующее, что он делает, и делает абсолютно грамотно, зная, что у него большое время перезарядки, зная, что у него есть поддержка его союзников, он занимает место не посредине пустой площадки, он подъезжает к зданию, не мешает ни одному из своих союзников и уходит на перезарядку, отъезжая назад на несколько корпусов. Что ему это дает? Ему это дает возможность, если даже вдруг враги захотят выехать для того, чтобы кинуть ему плюху, это дает возможность отстреляться его союзникам по врагам, при этом враги не сведутся в него и не будут пытаться его выцеливать, потому что угол будет очень большим. Что он делает дальше? Он видит, что есть захват, и он его тупо сбивает, отвлекаясь от двух врагов, зная, что тяж уже вынесли, один из тех, которые его поддерживали, а уже вынесли второго, в то же время он обращает внимание на то, что происходит не только впереди него, но и сзади. Понятное дело, что он принимает решение добрать одного из врагов, и он делает это вполне себе нормально, но используя голду, потому что пробоя ему не хватает. Зная, что Йох, в принципе, должен быть сейчас на перезарядке, он выезжает на него, но его время перезарядки все-таки подкачивает. В то же время он продолжает пытаться мансить, не сильно удачно, но все-таки пытается, и в целом делает правильно, потому что врага это немножечко сбивает. Дальше он уходит в клинч. В клинч он уходит не по собственной доброй воле, но, пользуясь умело своим танком, пользуясь тем, что башню пробить довольно-таки сложновато, он бодается до тех пор, пока не понимает, что ему пора уже начинать отходить назад, ну и когда отступает назад, добирает еще одного. Таким образом, на его счету два фрага, но заметьте, за это время силы становятся крайне неровными. Сейчас четверо против двоих. Он прекрасно понимает, что ЛТшка не выдержит натиска, и ее однозначно разберут. Против него заряженный ХПшкой. Едет КВ четвертый, которого он явно с одной плюхи не заберет, а КВ-4 может, если и не забрать его однозначно, то уж точно сделать ему крайне неприятно и забрать преобладающее количество его оставшегося ХП. Но зная все приколы своей брони, это чувствуется потому, как наш герой играет, он становится танком именно так, чтобы КВ-4 пробить его не смог. И таким образом, он действительно вытанковывает два снаряда, которые КВ-4 пытаются в него все-таки хоть каким-то образом затолкнуть. Стоит отметить, что в целом и ЛТшка, которая на дальнике стоит, она тоже молодец, не сдается, бодается, и таким образом отвлекает Як-Панзер для того, чтобы он не подъехал сюда. И наш герой остается с 60 ХПшками. Вот здесь у меня реально немножечко, немножечко зашелся дух, потому что я забыл о результатах боя, я смотрел этот бой просто таким с нуля. Я помнил по поводу того, что здесь будет победа, но у меня реально вот прям все йокало, потому что парень действительно остается в крайне, в крайне сложной ситуации. Единственное, что действительно сейчас в его пользу, это то, что ПТшка одна здесь, а одна находится подальше, скажем так, от него, ну и соответственно, у него есть время и возможность закручивать все СМВ и в принципе данную баталию он выигрывает. И что же остается? Остается одна ПТшка. Я больше чем уверен, что он не запомнил сколько ХП у данной ПТхи, ну просто потому, что был отвлечен на нескольких врагов, которые он в одиночку разбирал. Напомню, у него 4 фрага на счету и что мы видим? 116 единиц ХП у врага. Ему достаточно сделать один точный выстрел. При этом, ребят, у него у самого 60 и его тоже могут забрать. На кону победа. Что он делает? Он откатывается назад в ожидании того, чтобы та ПТшка, которая не обладает рубкой, а значит ей необходимо выехать и каким-то образом развернуться, отъезжает назад для того, чтобы выманить. Понимая, что сейчас ПТшка тоже пытается принять какое-то грамотное решение, что ей делать, он подъезжает ближе и когда он видит, что ПТ находится в засвете, он не тормозит. Он выезжает, но фейл. И вот здесь, ребят, самое страшное, что происходит. Он начинает прятаться и делает это грамотно. Он прячется за душу своего союзника, принимает непробои, грамотно танкуя и добирает оставшегося соперника. Когда я смотрел вот этот момент боя, у меня реально зашлось сердце. Я действительно начал переживать за то, что он сейчас сольется. Я забыл по поводу того, что это победный бой и что я видел принц-скрины. И этот экстрим, который был, но он был каким-то абсолютно неподдельным, натуральным и таким, как будто бы я сам находился в этом бою. Что по результатам? 4876 единиц урона. Что касается фарма, по данной машине, то за такой офигенный годный бой 191 тысяча, ну, я считаю, что это действительно круто, практически 200 тысяч серебром. Что касается результативности нашего героя в команде, обратите внимание, он реально вытащил этот бой. Именно он, ребят, не вот эти вот трое нижних товарищей, которые что-то пытались, но у них практически ничего не получилось. Да, безусловно, не сильно хорошо отыграла и команда соперников, но все-таки на своем направлении он действительно зарешал, зарешал по максимуму. Что можно сказать лично от себя? Парень действительно молодец, он действительно круто отыграл и от меня ему однозначный лайкос. Поставьте вы ему лайк, если вы поддерживаете качество его игры и помните, вам не обязательно знать все ТТХ всех танков, но вы однозначно должны просто знать все плюсы и минусы по вашей конкретно машине, на которой вы играете. И если вы знаете все плюсы и минусы своей машины, если вы интуитивно чувствуете скорость ее движения, время перезарядки, какой конкретно угол ромба необходимо дать для того, чтобы танкануть, вас зачастую будет ждать победа, чего я вам и желаю. А на данный момент у меня все, всех благ, всего хорошего, мира, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok